Здравствуйте! Приветствую вас на канале Notic! Сегодня мы рассмотрим очень необычный моноблок, это MSI Pro 16 Flex. Это специализированное устройство, не для каждого оно подойдет, мы сейчас расскажем вам о нем побольше. Наш моноблок обладает 56-дюймовым дисплеем с разрешением 1366х768, глянцевое покрытие и это сенсорный дисплей. Дисплей, ну, не высокого качества, но от этого аппарата это и в принципе не требуется. Он здесь есть, он сенсорный и это более чем прекрасно. Здесь также есть еще колонки, ну, в смысле звук, в смысле вдруг он вам нужен здесь. Ну, он есть. В принципе, и то неплохо. А еще здесь есть небольшая особенность, что отличает конкретно это устройство от большинства других моноблоков. Здесь нет никакой мышки и клавиатуры в комплекте, они просто ему не нужны. Плюс это позволяет немножко удешевить в результате этот конкретный аппарат. Кстати, стоит сказать, что весит он немного, всего 1,890 кг. Задняя панель у нас металлическая, здесь имеется ножка, можете какая угодно ее вот так вот делать, как вам понравится. В комплекте также идут специальные ножки, которые фиксируют жесткость, чтобы ничего не с ним произошло, и он случайно не наклонился. А еще его можно повесить на вес крепления, переходник необходимый идет в комплекте. Что в общем можно сказать тут? У нас есть порты сзади, здесь у нас располагается RJ45, два компорта, что очень важно, и гнездо питания. Здесь, кстати говоря, внешний адаптер питания, то есть как у ноутбуков, шнур, адаптер питания, шнур. Остальные порты еще имеются здесь, это две USB, есть даже HDMI, то есть ему можно еще какой-нибудь дисплей подключить. Если вдруг, не знаю, вы с терминала сюда набиваете, заказать там, не знаю, два бургера, а сверху большой появляется то, что два бургера в готовке. Ну, собственно говоря, для таких вещей покупают подобные аппараты. Есть картридер, есть комбинированный аудиовыход, сверху у нас имеется кнопка подключения и качельки громкости. Что касается производительности, не самый главный аспект, что касается конкретно этого моноблока и, в принципе, такого рода устройства. Здесь у нас четырехъядерный Celeron, есть 4 гигабайта DR3L оперативной памяти, кстати, максимум здесь можно установить 8, там еще один слот пустой имеется. У нас 500 гигабайтный жесткий диск с частотой 7200 оборотов и, в принципе, это все. Здесь даже не установлен Windows, потому что он здесь не нужен. Вы спросите, наверное, зачем нужен 15-6 дюймовый моноблок с сенсорным дисплеем, зачем, кому и вообще для чего его производят. Подумайте, что странные люди, зачем они делают MSI, они, ну, зачем. А я вам скажу, зачем, если вы вдруг не в курсе. Эти аппараты покупают и используют как терминалы, в первую очередь. То есть из них можно сделать и кассовый аппарат. Там есть два компорта, которые мы уже показывали. К нему можно все, что угодно подключить, пожалуйста. Спрос в сенсорный терминал где-нибудь, там, в библиотеке. Это может быть, опять же, кассовый аппарат, это может быть что угодно, где нужен сенсорный терминал, куда можно установить свои версии операционной системы, которую вы пользуетесь. Я думаю, что здесь обычно такие аппараты установят то же, что и всякие AlexNet и Kiwi, а именно XP-шку и просто сверху накатывают специальную графическую оболочку. Именно для этих целей такие аппараты и покупают. Стоит, кстати говоря, не сказать, чтобы дешево. Конкретно эта модель стоит 24 тысячи. И для обычного человека может показаться, что это дорого за такое ненужное, никчемное железо. И, в принципе, этот аппарат никому не нужен. Но в профессиональных сферах использования такие аппараты покупают десятками. И это, в принципе, дешевле, чем собирать какой-нибудь, не знаю, системник с сенсорным дисплеем и так далее. Ну, проще купить вот такое готовое устройство, просто накатить сверху операционную систему, графическую оболочку, включить все необходимое оборудование, и оно будет работать бесперебойно до долгих годов. Собственно говоря, если вдруг вы планируете занять предпринимательством, какой-нибудь бизнес с активностью, вы думаете открыть какой-нибудь небольшой магазинчик или, может быть, кафешку или еще что-то, и вам нужно что-то в этом роде, ну, это отличный представитель своего класса. Стоит он, конечно, дороговато для обычного человека, но если вы планируете делать с помощью него бизнес, то это не такая уж и большая трата. Большое спасибо за просмотр и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok